Девушки отдыхают И очень интересно подвести с ним итоги года И темы, кстати говоря, первого часа и второго, они в общем взаимосвязаны Потому что в первом часе мы тоже про права человека будем говорить У нас сегодня такой день правозащитной деятельности, я бы сказала Мало того, продолжится он еще и завтра, я могу сказать Потому что мы будем про расследование 7 на 7 говорить завтра во втором часе У нас будет сокращен... Про госзакупки Про госзакупки будем говорить И там тоже может понадобиться помощь наших гостей, которые сейчас находятся в студии Тем людям, которые фигурируют в материалах, возможно, в каком-то будущем Может, даже в ближайшем А кое-кто еще имеет отношение к 7 на 7 Да, и кое-кто тут 7... В общем, у нас тут, да, у нас тут все Так, ну давай гостей представим Тем более, что они сами уже фактически вышли в наш эфир Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области Добрый день И Денис Шадрин, коллега Артур И тоже член общественной наблюдательной комиссии Кировской области Здравствуйте Приветствую Да, давай поясним Общественная наблюдательная комиссия по контролю за соблюдением прав человека В местах принудительного содержания Как-то так она полностью называется И содействие лицам, находящихся в местах принудительного содержания Да, работа полиции, служба исполнения наказания в 2018 году Оценка членов ОНК нас интересует Конечно, мы будем спрашивать вас о ваших поездках, о ваших проверках Конкретных персонах Но прежде чем я спрошу про конкретные персоны Вот буквально, чтобы прокомментировать последние новости Я хочу понять, что происходит с сайтом-конкурентом ОНК Напоминаю, что у Кировского ОНК сложилась странная ситуация В последний год два сайта функционировало ОНК-43.ру и ОНК-43.ру Так вот ОНК-43.ру не открывается Ты тоже проверила Да, он сломался Говорит нам первоисточник Нам не удается найти этот сайт Это очень интересно А мы любили бы читать этот сайт Мы с Аней особенно любили Особенно Аня любила бы читать этот сайт Нет, особенно мы любили с Артуром Потому что мы узнавали о себе то, что Столько нового Мы уже сколько узнали Спасибо вам, что вы нам дали ссылку в свое время на этот сайт Мы столько о себе с Аней узнали Что прямо даже душа радовалась Как давно этого волшебного сайта нет? Как он давно не открывается? Мы позавчера заметили Да, но я заскриншотил еще осенью Это надо хранить Такие вещи, конечно Это просто надо хранить Я, когда вы познакомились с этим сайтом ОНК-43, который ведет председатель ОНК Михаил Кузьминых Кузьминых Очень интересный человек С большим жизненным опытом И очень выглядящий Так, впечатляюще Я помню на последней встрече с губернатором Вот этот вот большой круглый стол Скажи, что не так, так-то да И что не так Общественной палаты Он пришел с такой вот ростью С набалдашником большим Вот как волон, знаете Вот ходил с таким вот Я и по значимости, по весомости Он выглядел прямо очень весомо в этом смысле Но вот, к сожалению, он не приходит к нам Мы фирму неоднократно его приглашали Неоднократно приглашали Но однажды он здесь был У нас студия открыта И после этого не приходит И после этого больше не приходит И как-то да Но мы сегодня разговариваем с людьми, которые давно в ОНК Давно занимаются правозащитной деятельностью И отчеты наших гостей мы видим на сайте ОНК-43 Последний отчет я вижу за 17 ноября Но я думаю, что это не последние ваши были поездки, безусловно И на этом сайте можно четко проследить Вот по времени, месту, людям, которые обращаются Рекомендации Рекомендации, отклик соответствующих органов Службы исполнения наказаний на ваши рекомендации Что происходило, как происходило Вот мы будем сегодня и в частных случаях оценивать ситуацию И в общем оценивать ситуацию Но прежде мы к частным случаям все-таки перейдем Еще об этом нет ничего на сайте, а может и не появится Но нас интересует господин Рыболовлев Человек, который возглавлял ЦДС достаточно долгое время И, кстати говоря, он часто бывал у нас в студии Часто мы делали разные программы о том, как IT-система внедряется в городскую жизнь Ну и, между прочим, небезынтересные вещи он рассказывал Хорошие примеры приводил И, честно говоря, мы даже радовались, что у нас такой оживляж в сфере информационных технологий Внутри общественного транспорта происходит Да, и снаружи тоже общественный транспорт везде происходил Потому что это касалось и парковок также, и разных, и школ, и всего чего угодно Но вот теперь, поскольку дело по ЦДС расследует Следственный комитет И господин Рыболовлев задержан И он был помещен в СИЗО И только вот на днях вышли новости, что его отпустили СК говорит, что он заключил сделку со следствием И всё-всё-всё рассказал И обо всех, обо всех, обо всех рассказал Прямо так говорит Следственный комитет Вот вчера стало, да, официально известно о том, что была заключена сделка И что человек отпустили Вчера официально СК читал И изменили меру пресечения Но отпустили, видимо, его пораньше Но мы сейчас начали декабря А тут ты был в СИЗО у Рыболовлева Ну, да, был С какими целями ты, кстати? С проверковой слове содержания Это по жалобе какой-то было? Нет, это было в рамках посещения нескольких людей Да, то есть там и свидетели Иеговы, которые были задержаны И ещё несколько известных медийных персон Но я бы, ну, во-первых, члены военка Не вправе вмешиваться в следственные действия Расспрашивать их о действиях следствия Поэтому тут мы комментировать ничего не можем Что касается условий содержания То они, в принципе, были такие же, как и у всех остальных подозреваемых Ага Не информативно можно сказать? Ну, я могу сказать, что он чувствовал Проходит, в первую очередь, сотрудник администрации Ну, представляется Осуждённые, подозреваемые представляются После этого мы спрашиваем Ну, задаём вопросы То есть, есть ли у них жалобы, вопросы, пожелания Не репрессируют Ну, не прессуют ли их тут Не выбивают ли показания Как условия содержания То есть, нет ли взысканий каких-либо, ну, незаконных Ну, если человек помещался в ИВС, допустим Особенно, если в каких-то из районов приезжают люди Мы спрашиваем ещё про условия содержания в тех ИВС, в которых они были То есть, как там условия содержания ИВС — это изолятор временного содержания Временного содержания, да Куда изначально помещаются Это то, что в отделах полиции находится Ну, которое подведутся на МВД России Да То есть, там они находятся до того, как их переведут в СИЗО Либо, когда их привозят на следственные действия в район То есть, спрашиваем тоже про то, как там, то есть, как обращаются Нет ли проблем с передачами, приёмом передачи В общем, у Александра Заболовлева жалоб не было Денис хотел что-то добавить, по-моему, нет? Нет, это стандартное обращение к заключённому, подозреваемому Если пожелание, обращение по улучшению условий содержания Этого не было Да, то есть, если человек ничего не высказывает То, соответственно, не пытать жив Вот, давайте от этого оттолкнёмся Собственно говоря, проверки у вас проходят С какой регулярностью? Расскажите о своём графике Очень по-разному Потому что это неоплачиваемая деятельность И она, ну, в свободное время от основной работы Посмотрели уже, сколько у вас за этот год таких проверок было? Поездок, поездок, проверок За этот год не подводили итоги Подводили итоги с сентября 17-го по ноябрь 18-го Где-то вот у нашей, скажем так Правозащитной половины группы Где-то 140 посещений мест правительственного содержания Здесь и СИЗО, и колонии, и отделы полиции И так далее 140 это на всех получается, да? Нет, это 10 человек, которые, например, с нами связаны То есть, которые тоже правозащиты, но общественники Вот, то есть, мы не отвечаем за тех, кто дружит сквозьминах, как говорится Ещё раз, какая цифра с сентября 17-го по ноябрь 18-го? Из этих 140 посещений Сколько было по жалобам заключённых? Потому что, вот вы сейчас сказали, есть плановые проверки Без жалоб, да? Вот вы имеете право, и это, собственно говоря, ваша деятельность Проверять Подаёте там вовсе на уведомления Едете, смотрится А сколько было жалоб, и вы на жалобы реагировали? Зачастую даже не жалобы самих заключённых Обращения родственников Этих же журналистов Что вдруг стало известно Там, её опубликовано в СМИ, что там происходит что-то неладное И вы реагируете Да, или просто Приходишь в колонию И там же объявляют, что вот Есть общественная надзательная комиссия И можно сходить к ним на приём И кто-то из заключённых решил прийти на приём То есть, так узнаём о многом То есть, какой-то статистики Такой, что Это, значит, плановый визит Это по обращению Ну, то есть, не ведём А сколько было всё-таки жалоб обращений за это время? Как-то и фиксируется? Нет, есть проблема в том, что все обращения, которые поступают, например, по почте в адрес ОНК Они не разглашаются председателем ОНК То есть, только некоторые Это у вас В прошлом созыве, когда я был председателем ОНК Да, мы просто сканировали их И рассылали всем членам ОНК Все обращения, которые приходят Чтобы каждый был в курсе И когда поедет, соответственно, уже Уведомлял остальных людей, что я поехал Ну, я поехал И, соответственно, я разберу эту жалобу Сейчас же мы просто Ну, Кузьминых, если сочтёт нужным Он что-то пришлёт Если нет, то мы, соответственно, даже не узнаем, что было какое-то обращение То есть, бывает даже так, что мы приезжаем в колонию А потом уже с нами тоже там через день связываются Говорят, что вот, да, мы вам там писали уже много раз Вот, а мы об этом даже не знаем Слушайте, а вот эта история Ну, то есть, сайт сейчас не работает, тот второй сайт Он же был указан как основной сайт ОНК на Уфсиновском сайте, правильно? Правильно То есть, сейчас он не работает Люди даже, получается, ни телефон, ни контактные данные Ничего найти не могут Да, и до Кузьминых дозвониться тоже достаточно сложно То есть, сколько, ну, много людей просто звонят ему И говорят о том, что не можем дозвониться Ну, и, к сожалению, сейчас, поскольку сайт этот не работает Сайт, который ведёт председатель ОНК Кузьминых Мы не можем на этом сайте посмотреть информацию Сколько было обращений, какие были обращения Сколько было поездок Этой отчётности тоже нет Мы можем только основываться на тех сведениях, которые вы на своём сайте публикуете Ну, и почему я о цифрах так спрашиваю? Потому что, когда ты владеешь цифрами, ты можешь понимать, какова тенденция И должен это понимать Поэтому мне хотелось сравнить с прошлыми годами С 17-м, с 16-м, с 15-м, с 14-м, может быть Какова динамика, какова тенденция Люди стали больше обращаться или меньше обращаться И с чем это связано? Ну, увы, я говорю, так как мы не можем видеть количество жалоб, которые поступают по почте Мы не можем сказать Единственное, что я могу сказать о том, что, по моим данным, не было ни одной жалобы из отделений полиции За исключением голодовки ЦВС, как вы знаете То есть, которая тоже подчиняется полиции Голодовки мигрантов Да, голодовки мигрантов в центре временного содержания иностранных граждан Мы сейчас сделаем паузу Вот об этом немножко подробнее тоже хотелось поговорить Продолжаем разговор Работа полиции, службы исполнения наказаний в 2018 году Оценка членов общественной наблюдательной комиссии Кировской области Устами Артура Абашева и Дениса Шадрина Сегодня излагается Еще раз напоминаю, что господин Кузьминых, который возглавляет ОНК Он не выходит на связь И сайт, который он ведет, вот сейчас не работает Мы не знаем, по каким причинам И поэтому мы извиняемся перед слушателями Мы не можем предоставить четкую статистику По посещению членами ОНК колонии СИЗО Участков полиции И по обращениям Какие они были Стало их больше, стало их меньше Какие именно там, да, жалобы в этих обращениях Просто не можем Но мы постараемся это сделать В ближайшие, может быть, месяца-полтора Я думаю, что информацию мы найдем Вместе со службой исполнения наказаний Я скажу, что если говорить по нашей правозащитной группе В составе ОНК, то это порядка 100 обращений То есть посещение мест принадлежащего содержания в год В среднем Да, мы стараемся темпы как бы не снижать Давайте мы вернемся все-таки к изолятору Временного содержания Мы разбирали ее в нашем эфире Артур как раз приходил Александр Панов, кстати, у нас был У нас и после меня был Я не понимаю позицию МВД Потому что, как вы помните, я говорил в том эфире Что я написал обращение Потребовал проверить начальника На соответствие занимаемой должности Давайте конкретно Какого начальника? Начальника Центра временного содержания По технице, не ошибаюсь, фамилия То есть я написал обращение Так как он допустил нарушения законодательства То есть запрещал, в принципе, передачи Которые должны быть разрешены Я, не говоря уже про кучу других Дополнительных нарушений законодательства Я написал обращение в МВД И попросил проверить его На соответствие занимаемой должности Ответ есть? В ответ был в форме отписки Вот эта позиция у МВД Мне абсолютно непонятно Почему они его прикрывают И считают, что это нормально А что сказали-то они? Что все в порядке? Примерно так Что все в порядке? Ситуация под контролем? Да, 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 реабзация И все типа нормально Соответственно, ответ я обжаловал Вот это было неделю назад Вот жду, посмотрим Отреагируют ли они как-либо С мигрантами, которые там были И которые не могли встречаться с родственниками И родственники до вас достучались И до СМИ достучались Им разрешили, наконец, встречи, передачи и так далее С ними вообще все? Что в итоге произошло? Ну, в плане Так же сидят отдыхают Дожидаются высот Да, дожидаются высот И мы не знаем пока, что там происходит с детьми Которые вот остаются здесь в России Как разрешается Я боюсь, что эта история Это не история подведомственная Нашему управлению МВД Нет, она подведена на ОВМ То есть управление ОВМ Вообще нет, но это Проблема федеральная Это не касается Непосредственно Центра временного содержания Мы спросим сегодня Александр Панов Полномоченный по правам человека Придет к нам вот во втором части Мы спросим Занимается ли она эта ситуация Были ли обращения к нему, например Так, теперь еще Все-таки я возвращаюсь К своему вопросу Те обращения Которые до вас доходили От заключенных Или от их родственников Чего в основном Касались в этом году? Абсолютно разных вещей То есть это и незаконные взыскания И то, что Обращение сотрудников Администрации колоний С ними Вот если брать Материально-бытовое обеспечение То есть буквально вчера Вот человек звонил Говорил о том, что его отцу В 11-й колонии Не выдают одежду Нужного размера То есть говорят Размера нужного нет Носи больше Ну Так, а Такие вот вещи Притом эта ситуация Уже, говорит, несколько лет А за носи больше Я правильно понимаю Что там за неопрятный Внешний вид Взыскания какие-то Могут быть и прочее Ну нет Там неопрятный внешний вид Да Но размер одежды На неопрятный внешний вид Не влияет А что Здесь можно что-то потребовать В плане Внешнего вида Нет Нет, я имею ввиду Что заключенный Может что-то потребовать Нет, ну логично Что одежда должна Выдаваться по размеру Это прямо вот где-то прописано Да Я вот просто хочу Понимаешь Вот многие люди Сейчас слушают Он сидит там Значит в колонии Еще значит Он там привередничает Какой ему одежду Да, у него размер ноги 43 Ему дают обувь 39 А он еще и недоволен Да Прорежьте дырку Или да Или у него размер там 40 Ему выдали 45 Что тоже было Вы проверяли уже эту историю? Эту нет еще То есть я говорю Буквально вчера поступила То есть в следующий раз я поеду в 11-ю колонию Скорее всего 13-го числа Но это типичная ситуация или нет? Вот в 11-й колонии такое встречают Это уже вторая жалоба Это в Кирово-Чапецке Это строгий режим Где находятся Два полит заключенных украинцев И еще бывший член Совета Федерации Да Цепко То есть там находится Валентин Выгорский И Роман Сущенко Да, Цепко, кстати, нам жадовался Что у него есть необоснованные взыскания Сейчас у него работают адвокаты Ну как? Необоснованные взыскания давайте тоже слушателям нашим Которые не очень разбираются Скажем, что это Это претензии какие-то со стороны руководства колонии Которые для заключенного заканчиваются Вот и изолятором штрафного содержания Там и все что угодно Ну самый простой пример Да, там вот находится человек в камере Он там находят где-нибудь пыль под лампочкой Докуда заключенный не может даже дотянуться физически И говорят о том, что вот ты не сделал уборку в камере Взыскание Это да, взыскание дополнительное А после пары таких взысканий Уже могут поместить в помещение камерного типа до полугода А потом может дослужиться до ЕПКТ, да? Да, там еще могут найти пыль где-нибудь под лампочкой И все И там уехать в ЕПКТ на ЕК-6 Где будут уже строго перевоспитывать Как сделали с политзаключенным Которого мемориал признал политзаключенным Сафрагали, да, Денис? Да Это из Казани человек сидит у нас И вот его перевели в ЕПКТ и К-6 А можно вот расшифровывать аббревиатуры? Да, единое помещение камерного типа Это маленькая такая камера Да, это маленькая камера Для содержания одного человека Ну иногда и по несколько человек содержится Но там уже сроки просто больше В этой камере могут держать намного дольше И могут переводить в это помещение из других колоний Ясно Ну вообще Это ситуация Еще раз Эта ситуация Вот я к таким бытовым вещам обращаюсь Потому что не очень понятно Все равно Почему, например, людям не предоставляется одежда размер в размер? Потому что нет Просто Это финансирование такое у нас Да, это скорее всего финансирование То есть я думаю Это как бы даже Не злой умысел сотрудников Как я понимаю Потому что было бы глупо Думать так А просто нет нужных размеров А в чем ходят заключенные, ребята? Вот в такой колонии Ну, в специальной форме То есть выдаются Что у них там должно быть по списку? Они прилагаются ведь эти списки? Да, то есть они везде висят Весь летняя форма, весь летняя форма То есть и она как бы, да, утверждена Памятки висят в колонии Слушайте, вот это, конечно, безумная совершенно идея Но я так и не понимаю Зачем тратить государственные деньги На обмундирование Если можно каждому привезти свою одежду Проверить ее и носить А вот так Увы, да И американцам то же самое скажи И европейцам скажи то же самое Своей одежде можно только в колонии-поселении Во всех остальных колониях Ну, в СИЗО тоже Пока он подзаживаемый Он может носить свою одежду Какие еще жалобы поступают? Денис Ну, вот раньше Артур рассказывал Что корреспонденция не отправляется Которую заключенный отдал Да, в администрацию Там на проверку И потом вдруг он понимает Что письмо не ушло Месяц прошел Я ему ответа никакого нет Ответа нет Да То есть он полагает Что он нет Там ему дается квиточек Что вот письмо отправлено И так далее Но он понимает Что ему как бы С воли-то не отвечают И он думает Наверное, мое письмо не отправили И так далее Это серьезная проблема Для заключенного Когда вот так прервается связь? Да, потому что Это в том числе И социализация заключенного То есть он хочет поддерживать связи И со своими родственниками Которые на воле Но чаще всего теряются письма Которые как раз идут в прокуратуру В ОНК В полномоченному То есть письма жалками Соответственно, его жалобы Да, просто не выходят Письма жалками А как-то вы пытаетесь разбираться потом? То есть вы приезжаете Например, человек пришел к вам на прием Ну вот так говорит И рассказывает Я вам писал, писал, писал неоднократно Почему-то ответа от вас нет Потом вы вправе разбираться Почему не было ответа? Вы задаете какие-то вопросы Руководству колонии? Нет, смотрите То есть достаточно сложно разобраться Потому что, да, то есть мы можем посмотреть Этот журнал регистрации корреспонденции То есть там письмо может быть даже зарегистрировано А вот ушло оно или нет Донесли его до почты или нет Мы как бы уже проверить это не можем Потеряла его почта или нет Может его почта России потеряла Может его там просто за ним никто не пришел на почту Оно вернулось спустя 30 дней Мы же тоже это не можем проверить Ну вот смотрите Мы сейчас говорим о каких-то таких вот вещах Которые кажутся мизерными По сравнению с сообщениями постоянными Которые приходят из разных регионов О пытках Да Мы об этом говорим И сейчас, слава богу, в эпоху там Открытых данных и интернета Это становится публичной историей И правозащитники, и журналисты И общественность эти вещи обсуждают И совместно стараются Как-то на эту ситуацию повлиять Что касается вот этих серьезных случаев В Кировской области За этот год Были такие вещи у нас? Давайте все-таки разделять понятие пытки и бичеловечное обращение Раздели, пожалуйста Да, просто под пыткой понимают такую вещь Что когда на человеком издеваются Но при этом от него что-то требуют То есть когда человек это сделает Соответственно пытки прекратятся А бичеловечное обращение Оно просто Ужасные условия содержания Например, к ним относятся И независимо Как бы от человека ничего не требует То есть просто ужасные условия содержания Так вот Две категории Да, то есть Конечно ЕСПЧ их не разделяет Это статья третьей европейской конвенции Но соответственно Все-таки нужно разделять пытки и бичеловечное обращение В Кировской области по первому пункту И по второму были жалобы? Или вами выявлены? Может быть, да Ну, к счастью, скорее всего Ну, не были выявлены Хотя, может быть, и несчастье Потому что есть вероятность того Что люди просто боятся жаловаться Вот, да Как было в К-6, допустим Вот мы посещали Данис Сафрагали Данис Сафрагали Это действительно Артур уже говорил, что Да, я раньше встречался с ним в пятой колонии И когда в ноябре встречался с ним в шестой колонии Ну, это совсем другой человек То есть в пятой колонии он высказывал жалобы на сотрудников А когда его уже перевели в ДПКТ и К-6 Он говорит о том, что он совсем согласен, совсем доволен Но при этом это уже зазубренная речь Которую он произносит монотонно Было видно, что он не говорит лишнего Чтобы в дальнейшем не было ухудшения условий Так, а что с ним сейчас? Он еще содержится в К-6 Завтра мы поедем к нему А бесчеловечные отношения Тогда условия содержания Мы можем говорить, что у нас такие вещи присутствуют Или в целом, или в целом Вот мы можем в целом и в частности оценивать ситуацию Вот смотрите, у нас Самые тяжелые колонии, окей Давайте так Ну, самое тяжелое, это я говорю и К-6 Но при этом там вряд ли кто станет жаловаться То есть были несколько человек, как вы знаете То есть мы разбирали здесь случай Эдуарда Горбунова В результате чего ему потом еще и добавили срок Якобы он сообщил ложные сведения О примененных к нему пытках И К-6, она тоже Чепецк Нет, это восточный А это понятно, это далеко от Кирова Да А что, Кировская область такая вот хорошая В этом смысле получается По сравнению с другими Я ведь не с грустью говорю Я думаю, может порадоваться уже пора Нет, смотрите Нет, я бы не сказал, что Тем более даже Совет о правом человека в президенте Называют Кировскую область одну из худших То есть наряду с другими регионами Но за счет именно нескольких вот этих вот колоний Которые есть И допустим, вот люди, которые идут через СИЗО Они удивляются странным требованиям Которые введены только у нас То есть люди едут этапом из разных регионов И встречают здесь странные требования Например, нельзя в дневное время Ну, сидеть на кровати То есть нигде таких требований в России нет Только у нас Только в СИЗО? Да, то есть именно начальники установили Такие требования в СИЗО А насколько это законно? Ну, прокуратура почему-то не видит нарушения в данном Хотя в других регионах такой практики нет Прервемся на полторы минуты И продолжим еще несколькими темами Первая тема, о которой я хочу заявить Это предложение и работа Никиты Белых Над созданием Ассоциации тюремных библиотек России Хочу, чтобы вы как правозащитники С большим опытом оценили Насколько это важно И насколько это возможно А вторая тема, это все-таки финансирование Потому что мы каждый год говорим О финансировании деятельности ОНК И каждый год это большая проблема И все время придумывают какие-то новые правила В этом смысле Прервемся Продолжаем разговор У нас в гостях Артур Абашев Денис Шадрин Члены общественной наблюдательной комиссии Кировской области По контролю за соблюдением прав человека В местах принудительного содержания Мы подводим некоторые итоги минувшего года Слава Богу, мы встречаемся не раз в год А регулярно стараемся встречаться в этой студии Поэтому, конечно, все абсолютно обсуждать не будем Но есть какие-то такие вещи, которые к концу года на нас свалились Например, никто, наверное, в Кировской области Неравнодушен к судьбе Никиты Юрьевича Белых Бывшего губернатора Кировской области Который сейчас является тюремным библиотекарем В Рязанской области В Рязанской области И в последний пост В его группе White News Колонка Никиты Белых есть И в его группе в Фейсбуке Никиты Белых Опубликован этот пост Он говорит о том, что Собирается Утвердить, организовать Общественную организацию тюремной библиотеки России Тюремной библиотеки России Организация, которая со временем Может преобразоваться в ассоциацию тюремных библиотек Цитирую я пост Никиты Юрьевича Он изучил международный опыт В частности Международная федерация библиотечных ассоциаций И учреждений Где есть пункт Который относится к обслуживанию Библиотеками Лиц, которые находятся В ограничительных условиях Это и люди, которые находятся в больницах И тюрьмах И домах престарелых И приютах Любых закрытых территориях В этих рекомендациях Описано абсолютно все Ну понятно, что европейцы давно уже все прописали И он, например, приводит простую историю Что в его колонии Где он является библиотекарем При том количестве осужденных Которые там находятся И при том библиотечном фонде Помещение библиотеки должно быть Не менее 200 квадратных метров Представим, 200 квадратных метров Сейчас тебе скажут У нас неполные 25 Говорит он И дальше рассказывает Такую историю Что он У него как-то еще это получается Его еще кто-то слушает Он берет рекомендации Вот этой международной ассоциации И это надо процитировать Что он, собственно говоря Цитировал служащим Вот этого учреждения Так как цивилизованное общество Постепенно принимает более гуманную И просвещенную практику Уголовного судопроизводства И наказания В соответствии со всеобщей декларацией По правам человека ООН Россия ее подписала Если кто не помнит И все еще не отписалась Наказание преобразовывается В образование, реабилитацию И полезное использование времени Ну и дальше он говорит Что сотрудники ФСИН Долго и искренне смеялись Вывод, который делает Никита Юрьевич Нужны наши российские подходы К работе библиотек Исходя из реалий Менталитета сотрудников И особенности работы ФСИН Вот для чего я и создаю Общественную организацию Идею оцените и перспективы Давайте с Дениса начнем Я считаю, что любая Общественная инициатива Которая конструктивно Она интересна и важна То есть я считаю, что Да, Никита Юрьевич Занимается важным и полезным делом Насколько это воплотимо В российских реалиях? Я думаю, что полностью Реализовать будет сложно Но какие-то элементы Скажем так По увеличению помещений Для библиотек Набора книг В том числе Я думаю, удастся сделать Потому что Но если Будет общественная инициатива По сбору Допустим Книг Для заключенных То я думаю Люди разгрикнутся И принесут Главное, чтобы кто-то Ее организовал А потом все это доставил По колониям развез А Артур усмехается Ну я на самом деле Да, усмехаюсь То есть откуда Они возьмут помещения То есть где их взять То колония Она вот огрожена То есть все помещения Обычно заняты То есть больше Можно на территории Сарайчик какой-нибудь Построить в конце концов И хранить книги в сарайчике Ну с отоплением в сарайчике Я имею ввиду Может быть не капитальный То есть это достаточно Ну хорошо С помещением проблема Помещение раз Да, ну основное помещение Фонды книжные Фонды книжные В принципе да Здесь есть проблема То есть в том числе И в Кировской области Что достаточно плохо обновляется Но опять же Это не вина сотрудников Потому что им не выделяется Финансирование соответствующего Вот сейчас я тоже спрошу То есть они передают книги Даже свои из дома Про помещение Я спрошу тебя про книги Фонды не обновляются Книг собрать При соответствующей инициативе И при согласии на это в СИН И их инициативе Я думаю Вообще никакая не проблема Но вот чтобы люди Принесли книги для этого Вообще никакая не проблема Тогда что Должно произойти Нет, мы как раз В течение последних Нескольких месяцев Мониторили библиотеки То есть даже Приезжали в каждую колонию Спрашивали Что у вас читают То есть понятно Что это если женская колония То там больше читают романы Если это там Какие-то мужские Слава Богу, что читают романы Да То есть сколько книг На руках Мы всегда спрашиваем Поскольку книг Вы даете в руки То есть как у вас Происходит процесс Получения книг Потому что например В некоторых регионах Нужно по одному Приходить в библиотеку А чтобы выйти из отряда Нужно чтобы тебя сопровождал Сотрудник Сотрудник Да Вот у нас в принципе В Кировской области С этим более или менее То есть они ходят С всем отрядом Ну соответственно Кто читает Либо там Когда идут в столовую Например могут прийти в библиотеку То есть есть соответствующие графики То есть этот вопрос Мы изучали И тут как бы проблем с получением Книг нету То есть на руках На руках находится Достаточно много У осужденных книг Народ читает То есть да Народ читает В колониях Есть ли какие-то Ну развлечений в колониях мало Поэтому Есть ли какая-то Переводика в библиотеках тюремных Ну то есть вот я не знаю Газеты, журналы Вот это вот все Что Из чего можно вообще Сведения почерпнуть О том что в мире Это сейчас происходит И в стране Интересующее Допустим Заключенного Там Газеты, журналы Они выписывают То есть допустим Подписываются На новую газету Могут сами подписаться На новую газету Подписываются И новую газету Поставляют в колонию Если осужденные Подпишутся Да Серьезно Да Даже новую газету Даже новую газету Удивительно Слушайте Ну вот смотрите Все-таки Такие слова Которые тут звучат Образование Ребилитация Полезное использование Времени Гуманная Просвещенная практика В тюрьмах Вот у нас хотя бы Мерещится Это вот такая история Или она действительно Уже приходит к нам Раз заговорили про это Даже изнутри Ну обучение Образование Или это только Никита Юрьевич Об этом же нам В свое время рассказывали Что все это хорошо И это все воплощается И люди тут сидят гадали Мы тоже сейчас можем Рассказать о том Что формально Образование То есть в принципе Дистанционное Тоже можно получить Даже высшее Да Ну правда С коммерческими вузами И на платной основе В основном Ну опять же Это максимум Один-два человека Есть там из тысячи Но мы понимаем Что в места заключения Часто люди попадают Даже с незаконченным Средним образованием Там возможности Если у человека нет там даже Девяти классов Соответственно Его определят в школу Он будет хотеть учиться При каждой колонии есть школа Да И обычно есть училища Где учат Ну либо на тех же швей Ну востребованные Специальности в колонии В колонии Да То есть швей Там автослесари Ну различные специальности Ну какие есть Это места трудоустройства В колонии Такие специальности Обычно я осваиваю Какой процент заключенных Обычно обучается Сколько людей получает Образование Имейте ввиду Среднее специальное Среднее Среднее в процентах Сколько там Пять процентов Десять Стараются обучить всех Потому что иначе Их сложно не допустить До работы Я просто пытаюсь понять Сколько людей сидят без дела В это время На самом деле Интересная история То есть допустим Если на швей Извините Что перебил То есть на швей То есть он допустим Отучился неделю Он уже умеет Там простейшую операцию Выполнять То есть ну по крайней мере Строчить он может То есть ему дают Какие-то уже Это для работы На предприятии Которые там располагаются Это надо отдельную историю Такую взять Про библиотеки Про просвещенность Про просвещение И про перевоспитание Путем там гуманизации Да Не наказания А образование Реабилитации И полезное использование Времени Остается Три минуты Мы тоже должны Эти три минуты Использовать Финансирование Вопрос очень важный Очень важный По финансированию И Денис Ты сказал в перерыве Что Совет правого человека Тут внес Предпределитель Российской Федерации Разрабатываю поправки В законодательство О том Чтобы Общественные наблюдательные комиссии Региональные Поддерживались Благодаря Региональной общественной палате За счет их Финансов У нас нет Общественных палат Есть финансы? Нет А как Я насколько помню Вот в прошлом году Региональной общественной палате 60 тысяч Кажется выделяли На канцелярские принадлежности И все На весь год А о чем речь-то идет? Ну то есть Покрывались транспортные расходы Поездки, помещения, телефон Да А общественной палате? Давайте так Сейчас деньги ОНК Каким образом поступают На все поездки? У нашей правозащитной группы Президентский грант Ну заканчивается То есть вы сами Мы сами Президентский грант Чтобы этим заниматься Да За счет чего То есть Осуществляет деятельность Господин Кузьминых Он тоже ездит По колониям Не знают Наши гости Историю умалчивает Каким образом Тогда Общественная палата Может финансировать ОНК? Я так понимаю Общественная палата Кировской области Она же поддерживается За счет регионального бюджета Ее деятельности Да 60 тысяч рублей В год Скорее всего В рамках сметы Из регионального бюджета Да Тоже надо разбираться Эта история такая Я так понимаю Что совет по правам человека Совместно с общественной палатой Российской Федерации Прописывают Такую штуку Да Светлана Ты не забывай Пожалуйста Что история С финансированием Общественных палат В разных регионах Она разная Я насколько знаю В некоторых регионах Члены общественной палаты Ну какая-то их часть По крайней мере Получает зарплату Но где-то там Получает зарплату Где-то административная часть Но там же есть Администраторы Какие-то Два-три человека Которые административной Работой занимаются То есть Не члены палаты Зарплату получают А административный персонал Но в Кировской области Это будет ужасно Если такое примут Да Надо будет разобраться И держать руку на пульсе И может быть Даже обсудить На общественной палате Тоже Кировской области Этот вопрос Обязательно Спасибо нашим гостям Артур Абашев Денис Шадрин Члены общественной наблюдательной Комиссии Кировской области Мы сейчас Прерываемся на новости Тематические программы И рекламу И в начале следующего часа К нам придет Александр Панов Уполномоченный по правам Человека Защитную тему